доброго времени суток youtube уважаемые психологической комьюнити и сегодня в первой полоне дня 13 0 9 2019 года мне на электронную почту пришло письмо люди заинтересовались теми методиками которые мы реализуем их у нас несколько десятков больше сотни это проверенные временем методики патопсихологические компьютерные программы методические рекомендации так далее так далее так далее кому интересно вы знаете наш сайт подписи к этому видео он есть ну хорошо пришло письмо человек пишет тимур его зовут значит что мы представляем из себя организацию которая бы хотела приобрести у вас методики хорошо заинтересовался я и значит вопрос у него где можно найти ваши приз куранты не нашел он их на главной странице нашего сайта и я ему значит этот приз курант тут же скинул для юридических лиц значит далее открываю заявку которую прислал этот тимур и что же вижу ну там в подписи было название организации я щас об этом скажу подробней и значит вижу что первое что у нас хотят приобрести этот тест в экслера для детей в адаптации линой и соответственно чтобы не заводить отдельный документ так вот неофициально я ему пишу вот этот экселевский файл открытый но и вы его сейчас видите на экранах черным это то что они просят а красным выделено тот мой ответ который я написал по каждому тесту давайте посчитаем их 1 2 3 11 11 методик но тут нет не только методики тут аппаратно-программные комплексы программы так далее но сейчас остановимся тоже об этом подробно прошу прощения если видео будет затянуто но очень интересно что происходит вот пришла такая заявка и я ему отвечаю тимур здравствуйте пройдусь по каждой из методик тест в экслера значит им никто никогда не занимался для детей никто никогда не адаптировал нормативы в российской федерации отсутствуют для того чтобы это все заработало надо пройти валидизацию адаптацию этой методики для российской популяции а то что есть бред полнейший перевели плохо когда-то там бородатые годы некто ильина действительно значит и соответственно пользоваться этой методикой нельзя отвечаю я ему поставить мысль у нас она есть эта методика да но поставить ее мы ним не поставляем ни тимуру никому либо еще потому что просто не имеем морального права поставлять методику без нормативов что такое нормативы это отправная точка то есть точка опоры от которой человек специалист отталкивается чтобы действительно оценить какие-то результаты дайте мне точку опоры я переверну этот мир одним словом нормативов нет а я вот здесь я очень это подробно описываю и соответственно опираться на эту методику в диагностике нельзя ни в коем случае она не адаптирована для российской федерации для русских людей картинки такие же не адаптированные значит следующее что нас просят это фанфары буклет цветные матрицы равена хорошо та же самая история абсолютно то есть как тест детки взрослых тест векслера адаптирован для российской популяции а вот детский тест векслера он не адаптирован та же самая ситуация с прогрессивными матрицами равена на рам таблицы есть картинки есть правильные ответы есть ключ ответов а вот адаптации серьезной никто никогда не занимался если бы этим кто-то занялся были бы у нас такие возможности мы бы сделали это в первую очередь на детях разных возрастных групп различных гендерных составляющей гендерные составляющие так далее точки опоры для теста прогрессивной матрицы равена для детского варианта в российской популяции нет пользоваться нельзя мы имеем этот тест но не поставляем его потому что он не полный нормативов нет далее значит тимур просит у нас методику классификации предметов здорово молодцы значит 70 70 карточек просят они методику кстати 78 года их 2 2 варианта 56 78 у нас есть и тот и другой поставляемый и тот и другой вариант соответственно пользуются у меня сотрудницы сотрудники и тем и другим вариантом кому-то один больше нравится кому-то другой больше заходит как сейчас модно говорить соответственно можем поставить этот вариант но хорошо здорово вот проскочила светлое пятно далее сопчик людмила николаевна просят у нас почему-то только практическое руководство а вообще-то там поставляется и стимульный материал ну вот у нас просят сопчика мы не являемся владельцами разработок уважаемый людмила николаевна сопчик я общался с людмилой николаевны мы переписки по электронной почте значит мы методиками которые поставляют людмила николаевна и занимается ими непосредственно сейчас не занимаемся поставить не можем хорошо тоже казус были ладно далее после руководства людмила николаевны сопчик то тетки буду медленнее проматывать чтоб не дергалась все это так wexler равен детский сопчик так цветные прогрессивные матрицы разве на то же самое что и век сыром как я уже говорил да так сопчик мы не поставляем этим заниматься сама людмила николаевна и вот просят диагностический комплект симана ни разу как бы не изучал его досконально знал что он есть существует такой вот да значит но по описанию свое время да то есть там интересовался этим всем попытка переделать что ли как-то адаптировать тест векслера детский вариант не вдавался прямо скажу в подробности не видел воочию у нас его нет то этой методики но предполагаю судя по суб тестом ну вылитый векслер детский вариант попытка изучить и посчитать то что посчитать невозможно векслер устаревшее понятие интеллекта любая патопсихологическая методика классификация предметов исключения предметов и так далее посредственное запоминание по леонтьеву заткнет за пояс любые попытки любых авторов посчитать интеллект яркий пример тому векслер до работает до требуется по мкб 10 векслер но равен лучше и еще раз повторюсь классификация предметов гораздо эффективней того непонятно чего состоит классификация в методике векслера так это была шестая методика сопчик я проговорил седьмая сокращенный ну вот значит опять гнев 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 да сокращенный вариант вот он многофактор сокращенный смол имеется ввиду ммп на 71 утверждение их несколько вариантов существует пользоваться как одним так и другим нельзя 20 лет назад давно закрыта в научной среде этот вопрос методика не работает сто процентов тысячу процентов не работает ммп на 71 утверждения я для себя этот вопрос закрыл лет 18-20 назад и не устаю об этом повторять когда периодически как ни странно это реально 20 более 20 лет я этот вопрос закрыл и не только я один вообще думающая научное сообщество психологическое но понимает что пользоваться смел сокращенным вариантом нельзя он ничего не диагностирует так идем дальше значит методика четвертый лишний понятно что это все в патопсихологии методика посредственно понимаем по ним по леонтьеву это все в патопсихологии мы их можем поставить и тут и ту и другую равно как и классификацию этим можно и нужно пользоваться это основа основ патопсихологии далее идет вербальный фрустрационный тест когда-то тоже давно я что-то слышал о нем но устаревшие какое-то программное обеспечение уже тогда было на мой взгляд когда я впервые увидел компьютер там началом плавную заниматься еще в детстве до 1 спектру мы пошли но неважно одним словом такое что-то на уровне доз по моему так вот что-то это выглядело не очень хорошо себя вело зависала падала ну и так далее ну вспомните кто помнит доз хорошо из далее идет стимульный материал просят методики цветных выборов аллилуйя макс люшер этим пользоваться нельзя ни при каких обстоятельствах методика не работает я говорил об этом десятки раз и еще десятки раз буду повторять люшером пользоваться нельзя это просто цветные карточки и не более того побаловаться психологиням на каких-то там коллоквиумах или там практических занятиях в институте можно раздать преподавателю а закончить все это стукнуть кулаком по столу и сказать девочки мальчики ни в коем случае не никогда никого не диагностируете методикой значит цветные карточки макса люшера тест люшера так называемые эти 8 карточек 64 карточки неважно не принципиально компьютеризировать методику нельзя ну что говорить о компьютеризации если она и в так называемом бланком варианте 8 64 карточки любые она не работает вот но это вот как бы непосредственно по заявке то есть в общей сложности получается 11 методик но тут программное средство у нас хотят приобрести имеют право на существование 34 до будем так говорить хорошо значит написал я это письмо уже где-то во второй половине не ответил это вот товарищу тимуру далее думаю дайте я посмотрю что все-таки за организация в подписи письме к письму было название этой организации я понял что это какой-то юридический юридическая организация и действительно удивительно я обнаружил эту школу эта школа находится в екатеринбурге так называемая школьная лига в цифрах и фактах я пись когда писал вот эти комментарии к этой заявке думал у нас есть такие контакты у нас два или три очень хороших контакта и мы их поддерживаем что самое интересное с со школами учебными учреждениями то есть не вышло а именно от начального и среднего образования предлагаем у нас несколько десятков проверенных адаптированных и валидных патопсихологических методик для детей их не очень много около 30 но мы ручаемся за каждую из них я готов биться грудью за то что они работают это проверенные методики детские варианты классификации исключения посредованного запоминаний пиктограммы и так далее хорошо значит захожу и что же я вижу во первых я не обидно стало что мы находимся нпц окна находится как город спутник городе на уральске недалеко от екатеринбурга и тут я можно сказать своем родном екатеринбурге который не очень люблю но тем не менее значит некая школьная лига занимается поставками всего чего угодно для оснащения детских садов школ вузов объектов социально культурного спортивного здравительного общего назначения ну пускай я потравлю потравлю этой фирме да то есть якобы занимаются не с 2007 года этим там поставляют значит мебель специализированную для детских садов тут у них много всего музыкальные инструменты тренажеры для инвалидов значит учебное оборудование оснащение оснащение детских садов оснащение школ оснащение вуза бассейн и инвентарь в общем ребята у вас неплохо получается поставлять столы и школьные парты вот занимайтесь этим а сферу медицинской клинической психологии прям зло берет не лезьте ну вот прислали нам вот такую до заявку я понимаю что по этой заявке глупость несусветная и вот кто-то на это клюет тут вот кстати есть ряд уже не первый раз встречаю в таких заявках у меня несколько и видео штуки 3 наверное уже есть по этому поводу по заявкам разных организаций значит кабинетный вариант вот я бы голову открутил тому кто придумал эту фразу что значит вот я никак понять не могу эту фразу я не знаю откуда растут ноги в этой фразе сейчас вот я ее здесь не найду но где-то она здесь проскакивает кабинетный вариант кабинетный вариант откуда эта фраза пошло разве методика может быть не кабинетный да есть работа у постели больного когда там афазию там магнозию там да вот садишься я сам такие проводил патопсихологические исследования значит там нацита как правило приходят приходишь в отделение неврологическое садишься прямо на стульчик там товарки лежат там три-четыре человека в палате и на 4 это что кладешь руку на стол она назвать не может это что показываешь ей детский мячик случайно в палате с бабушки да она назвать не может соответственно что это такое работа не в кабинете я прекрасно представляю но все методики они являются но это глупость несусветной кабинетные методики они все кабинетные ну за исключением редкого исключения когда у тебя специфика больного до заставляет тебя прийти к нему непосредственно в палату и продиагностировать как у него обстоят дела с элементарными как правило функциями неврологи они не глупые люди да и не значит соответственно понимают может быть иногда терминов не знают специфических психиатрических медицинских медицинской психологии да там мкб-10 на этом разделе не открывали никогда может открывали неважно но они понимают что мячик они не могут нам всем это предстоит господа да то есть старость неизбежно значит у нас у всех это будет то есть кто-то не сойдет с ума а просто мячик не сможет назвать мячиком сказать что карандаш это карандаш но и самый простой и понятный пример для знающих людей привожу там стол это стол стул это стул ну да симптомы не очень хорошие свойственны при очень специфическом двух очень специфических заболеваниях ну вот одним словом вот такая вот заявочка и ужас перекуп перекуп одно дело сотрудничать со школой если мы поставляем методику мы стараемся еще что-то дать чтобы просто как правило связываются непосредственно специалисты и это правильно это верно а когда вот я вижу такую заявку у меня сразу так звоночек а ну-ка я посмотрю вот и я собственно вечер уже до записываю видео вечером и собственно понимаю что это перекуп пускай выглядит все это красиво пускай занимаются они этим давно поставляют там тренажеры для инвалидов столы честь им и хвала как говорится все здорово но пытаться кого-то значит там надуть обмануть а это надувательство это обман то есть вот какая-то школа и психологи будут этим вынуждены работать будет пользоваться предположим методикой mmpi на 70 одно утверждение да вот здесь вот предположим вообще то есть устаревшим программным обеспечением которому сто лет в обед на сидели на флеш карте одним словом вот ребят кто занимается действительно занимается профессионально углубленно наукой они таким компаниям не обращаются но столы ради бога покупайте я ни на чем не настаиваю пускай это будет даже реклама для таких или точнее если кто послушает мое видео антиреклама закупайте у них тренажеры столы там я не знаю ручки карандаши оснащение бассейнов я за обоими руками но когда значит они предлагают на им продать ммпи на 71 на 71 утверждение а потом будут от скопе скопируют его размножат и будут поставлять по всей россии этот ммпи гореть вам в гиене огненный господа вот это школьная лига в цифрах и фактах вот вот такое вот видео прошу прощения может быть она была несколько эмоциональным может быть и не было таковым мне кажется одним словом вот такая интересная история благодарю за внимание и удачи вам